Всем привет, с вами снова Влад, и в сегодняшнем уроке по просьбе одного из подписчиков я покажу вам, как изменить бэкграунд, то есть задний фон, в программе 3D Studio Max 2014 и 2015 версии. Итак, для начала я покажу вам, как мы ранее изменяли бэкграунд в программе 3D Studio Max до 2014 версии. Итак, приступим. Открываем нашу программу, я ее уже открыл, заходим в Rendering, нажимаем в Environment или нажимаем клавишу 8, и мы видим здесь параметр Background, то есть в Command Parameters, Environment Map. И нажимаем здесь на None, заходим в Bitmap и выбираем какую-нибудь картинку заднего фона на вашем компьютере. Нажимаем Open и мы открыли его. Итак, ранее мы могли просто здесь открыть нашу картинку, выделить наше окно, зайти в Views, Viewport Background и нажать Environment Background, и здесь бы у нас отобразилась правильно наша картинка. Но как мы видим, наша картинка сейчас отобразилась у нас растянута, то есть это и вся фишка 2014 и 2015 версии Max. Итак, как же исправить вот эту вот проблему. Итак, для этого ресцентируем нашу сцену, чтобы начать все заново. Итак, ресцентируем. Теперь опять же заходим в Rendering, Environment. В Environment Map нажимаем на None, заходим в Bitmap и выбираем точно так же нашу картинку. Но окно не закрываем. Итак, теперь как же изменить наш Background. Для этого нажимаем клавишу M на клавиатуре, чтобы у нас открылось окно Material Editor. Или же можете нажать на Rendering, Material Editor и зайти в Material Editor таким вот образом. Ну, легче нажать клавишу M, так будет быстрее. Итак, теперь наводим наш курсор в окно Environment, наводим на Environment Map, на нашу картинку, которую мы сюда добавили. Зажимаем левую клавишу мыши и перетаскиваем на свободный слот нашего Material Editor. Итак, ставим галочку на Instance, нажимаем ОК. И как мы видим, у нас создался новый материал. Итак, опускаемся чуть ниже, видим здесь параметр Mapping, и тут у нас выбран Spherical Environment. Вместо Spherical Environment мы ставим на Screen, то есть на экран. И теперь точно так же перетаскиваем наш материал обратно в Environment Map. Так, ставим галочку на Instance и нажимаем ОК. И можно теперь закрыть окно Material Editor и Environment. Итак, теперь выделяем наше окно, в которое мы хотим, чтобы отобразилось наш Background. Заходим в Views, Viewport Background, Environment Background. И мы видим, что теперь наша картинка стала правильной. Итак, теперь зайдем в Perspective и нажимаем To Show Save Frames, чтобы у нас отобразилось то, что у нас будет отображаться при рендере. Как мы видим, здесь у нас такое разрешение стоит маленькое. Чтобы изменить разрешение вашей картинки, например, у вас картинка размером 1920х1080, а вот здесь мы видим, она у нас почти квадратная. Итак, для этого заходим в Rendering, Render Setup. И изменяем в Output Size вместо Custom на HDTV. И выбираем здесь разрешение, которое вам нужно. У меня картинка 1920х1080, я тут выбираю 1920х1080. И вот, в принципе, и все. Можно нажать, например, клавишу Render, и у вас правильно ваша картинка отобразится при рендере в полном размере. И вот, в принципе, и все в уроке, что я хотел показать, как изменить бэкграунд, то есть задний фон в программе 3D Studio Max 2014-2015 версии. И вот, в принципе, и все. Итак, с вами был Влад. Прощаюсь с вами. Не забудьте подписаться на мой новый канал и просматривать мое видео, а также оставлять лайки и комментарии. И до новых встреч. Пока!